Теперь Украина, где продолжается гражданская война. В окрестностях Луганска идут боевые действия. Только за сутки в больницы поступили 80 раненых, 56 из которых мирные жители. Силы самообороны также сообщают, что захватили танк и штурмовик Су-25, который теперь намерены использовать. А вечером украинские силовики обстреляли Луганск из установок залпового огня Град. Есть жертвы, их число сейчас уточняется. Из ожидающего осаду города наш специальный корреспондент Сергей Самоха. Луганск пустеет на глазах. Даже в утренний час пик людей на улицах почти нет. Из-за массированных артобстрелов города в течение всей предыдущей недели многие предпочитают остаться дома и не идти на работу. Ситуация в Луганске относительно спокойная. Однако это не значит, что выстрелов не было вовсе в городе. Были слышны несколько десятков минометных взрывов. Однако попаданий в жилые дома не было. Однако жертва есть и вновь среди мирного населения. Мина взорвалась рядом с автомобилем. Водитель погиб на месте. Эта дорога недалеко от центра казалась безопасной. Ведь обычно здесь довольно интенсивное движение. И непонятно, целились именно в машину или это шальная мина, запущенная в направлении города. Я не военный эксперт, поэтому я не могу сказать. Я знаю, что просто по камерам наблюдения, что что-то попало в заднюю часть машины, потом клубы дыма и, скажем так, потом возгорание машины. И вот результат. Украинские силовики используют весь доступный арсенал оружия, минометы, в том числе и крупнокалиберные гаубицы и авиацию. Непонятно, как нацгвардия выбирает цели, но почти треть снарядов, выпущенных якобы по позициям ополченцев, попадают в жилую зону. Сейчас Луганск пытаются взять в кольцо с северного и южного направления. Украинские войска уже практически в десятки километров от черты города. Свободны только дороги на Донецк и одна в сторону российской границы. Именно по ней выводят беженцев и получают гуманитарные грузы. Все попытки окружить город и перекрыть дорогу жизни ополченцы пока успешно отбивают. Зачастую отступающие украинские силовики оставляют хорошие трофеи. Нашими вооруженными силами был захвачен танк Т-72, вражеский, с небольшими механическими повреждениями. Сейчас он уже восстановлен и в ближайшее время, возможно, даже в ближайшие часы он уже будет на позиции. Точно так же произошел интересный случай Су-25, который сел на вынужденную посадку, силами Министерства обороны был захвачен, тоже приводится в норму. Я думаю, у нас скоро будет своя и авиация. По словам министра обороны ЛНР, в регионе достаточно сил и средств для того, чтобы довольно долго держать оборону. Каждый день в ополчение записываются все новые и новые бойцы. Кроме того, в Луганск смогла добраться часть гарнизона из Славянска. Как таковой сдачи Славянска, я думаю, в принципе не произошло. Потому что город, в котором уже не было ни света, ни воды и остались одни руины, смысл целесообразно сдержать, наверное, не было. По большому счету, сейчас и в будущем, и сейчас было завязано все на Донецк и на Луганск. Вот здесь и будет разыгрываться основная карта, основные позиции. У них превосходящие силы, мы знаем это. Но мы уже не раз говорили, что воюем не числом, а умением. Несмотря на все попытки войти в город, украинским силовикам пока не удается. По словам представителей ополчения, в последние дни штурмовые бригады Нацгвардии даже немного сместились в тыл. И в местах противостояния ведутся локальные перестрелки. Сергей Самох, Азат Атагонов, Руслана Бабикеров, Вести, Луганск.